День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Хоть мы и говорили о том, что не будем затрагивать эту тему, но вот как-то всегда на Рождество мы встречались с Еленой Тоновой, с руководителем женского бизнес-клуба, предпринимателем, вот по благотворительным всевозможным делам, благотворительные ярмарки, вот такие базарчики, вот такие вот мероприятия. Но вот в этом году и из-за пандемии все это, конечно, вот мы просто за эфиром начали разговор, конечно, печальная, печальная такая ситуация, и тем не менее все равно, вот человек-мотор, человек совершенно нестребимого оптимизма. Будем говорить о том, что сейчас происходит в новых проектах, интересных каких-то, может быть, мероприятиях, которые будут в ближайшем будущем. Но тем не менее, вот ударила пандемия, я понимаю, по творческим людям очень сильно. Да, доброе утро всем ударило колоссально, просто-напросто, когда говорят, что ну можно же все делать в Зуме, можно же встречаться онлайн, можно, можно и, знаете, как я говорю, и в пещерах жить 20 лет, не выходить на свет. Жизнь ли это? Вот где вопрос возникает. Очень тяжело, очень тяжело многим артистам, которые за эти два года выпали из жизни, потому что вышли новые артисты на рынок, вышли новые студенты, дорогу молодым, и те, которые как раз-таки два года из-за пандемии находились в жестком локдауне, сейчас у них меньше театральных постановок, меньше сценических каких-то моментов, меньше возможности выступать, да и аудиторию отучили ходить на мероприятия, даже когда была возможность делать летом. Народ настолько привык и настолько не был готов заново все менять, что они не собирались особо, не было возможности собрать людей. А ведь сейчас как раз Рождество и Новый год всегда было временем для артистов, ну, всевозможные корпоративы, мероприятия, то есть, ну, отмечали ли коллективы, или там, не знаю, люди собирали семьи в этом году. 90% моих знакомых артистов, а у меня их достаточно много, они все задействованы Литва, Эстония, Польша, Беларусь, Россия, Германия. И, к сожалению, все сделано для того, чтобы наши местные артисты поменяли дислокацию, и действительно и в Эстонии, и в Литве, вот рядом с нами огромнейшее количество мероприятий, концертов, фестивалей, рестораны продолжают работать, живая музыка звучать, и практически никого нету. И я боюсь, что после такого сезона в других странах мы, в принципе, их обратно и не увидим. Так это же здорово. Наши люди выходят на международный рынок, на котором востребованы, что, во-первых, говорит о том, что они конкурентно способны, а, во-вторых, говорит о качестве их работы. Я совершенно с вами согласна, но мне за родину обидно. Новых вырастим. За державу обидно. Как там было? Бабу-ягу брать со стороны не будем, вырастим в собственном коллективе. Жаль, что приходится выезжать для того, чтобы заниматься любимым делом. Вот что расстраивает, вот что обижает. И я их, конечно, понимаю. Я за них бесконечно рада, сколько они просидели без работы, без возможности элементарно покрыть свои необходимые нужды. Это вот прям до такой степени было тяжело в этой индустрии. И не все могут уйти онлайн, и не все сразу начнут преподавать. Извините, а сколько должно быть преподавателей и по вокалу, и по музыке, и по гитаре, и по саксофону? У нас учеников столько нет, и свободного времени столько нет. Да и преподавать было нельзя один на один. Ирина, как ты преподашь то же самое занятие на саксофоне через ум? Можно, конечно, шарлатанец, но это же... Ни один профессионал на это не подпишется. Ну, не знаю, не знаю. На вашем месте сидят периодически люди, которые проводят уроки вокала онлайн, и, в общем-то, и достойные, и признанные мастера своего дела. Говорят, да, сложно, но, в принципе, возможно. Вокал, да. Но я говорила сейчас про саксофон. Про начальные уроки. А давайте поговорим о чем-нибудь позитивном. А что, саксофон – это депрессивная тема? Нет, тема у вас депрессивная. Давайте поговорим о... Сегодня среда, маленькая пятница, как принято считать. Давайте уже в тот день уход на. Премия «Женщина года» улучшается. Премия «Женщина года» улучшается. Елене Тоновой пожизненно. Спасибо. Ну, потому что столько идей в этой голове. Я не знаю, у кого еще рождается столько идей в одной голове. И хватает же действительно, во-первых, и идей, и энергии на их воплощение. Очень хочется жить, очень хочется делать. Меня я не могу, меня нельзя запирать. Я пыталась не работать. Я пыталась посидеть месяц дома, но от этого начали страдать домашние. Я начинала тогда какой-то движ. Дома, и мне, ну, может, иди там, ну, займись чем-то внаружи. Иди, займись чем-нибудь, выпусти пар, Елена. Выпусти это все. Премия «Женщина года» – фантастическое мероприятие. Наше камерное. Между собойчик, как можно даже сказать. Но, тем не менее, вот эти важные пункты, отметки для наших леди-клуба – это дорогого стоит, когда тебя заметили, за тобой твои успехи обозначили, подарили какое-то вдохновение. И у нас очень много номинаций, порядка 25 было в этом году, в разных позициях. И профессиональных, и, условно говоря, бытовых. Там вдохновение, например, позитив, еще что-то. Вот. И действительно, для нас это большой праздник. К сожалению, уже вот три года этой премии. Второй год мы проводим в Зуме, снимаем специальную передачу, делаем праздник. К сожалению, не можем, опять же, встречаться. Мы очень мечтали сделать красивое мероприятие со столиками, знаете, как «Оскар» вручать, чтобы можно было близких пригласить, чтобы муж, допустим, погордился, сказал, какая же ты у меня все-таки молодец. Но в результате мы все равно провели. Но в Зуме очень надеемся на следующий год. Все равно держим крестики. С другой стороны, может быть, мы тоже поедем отмечать в другую страну. Потому что в других странах проще собраться, сделать мероприятие. Вот я в январе лечу в Польшу, в Варшаву. Вы знаете, сколько билет стоит? 7,50. Вот я открыла билет на самолет, 7,50, и решила, что мне очень нужно в Польшу. Я еще не знаю зачем, но я уже лечу. Ну, правда, 7,50 туда, 7,50 обратно. Отели весьма дешевые можно найти. И прям вот, думаю, обязательно надо в Польше. Потом посмотрела другие страны. Тоже очень нужно туда теперь лететь, потому что очень доступно и, возможно, и, скорее всего, я найду какие-то варианты, где мы будем собираться. Ну, с утра приехали в Польшу, что-нибудь поделали, встретились, потусовались вечером и вернулись. 7,50 – это дешевле, чем кафе. Так можно проводить и эти все вручения премий, если там... Вот, о том и речь. О том-то и дело, что... Церемония переносится куда-то в условную там Варшаву. А... Ну, хорошо, но это же опять... А я мыслю все позитивно. Я тоже... Так это хорошо. То есть следующий шаг – это проведение международной премии. Вряд ли, потому что... Это же с вашими масштабами, Елена. Неужели вам достаточно одной Латвии? Чего, я тут сплю? А у меня весь мир. Я об этом... Чего, это премия «Женщина года Латвии»? У нас есть леди из других стран. У нас есть из Франции, у нас есть из Германии, у нас есть из России. Я как знал. То есть, по сути, если так так говорить, то мы... Масштаб принимает эта движуха. Мы... Да, движуху принимают, но у нас... Вы знаете, вот в плане бизнеса не очень история, потому что мы не всех берем. У нас более человеческая история. У нас товарищество. А в товарищество так просто, ну, не зайти. То есть, вы с улицы не берете? С улицы берете. Главное, чтобы человек хороший был. То есть, вопрос не в статусах. Мы, наверное, не самый правильный клуб. Обряд инициации какой-то? О, посвящение, да? Вот, встреч на лысо? Нет, нет. В общем, сразу на лысо встречу. Мало ли? По-профессорному, по-женски. Мы же женщины. Мы же злые. Шучу. Нет, но... Действительно ищем своих. Интересных людей. Тон, которым было сказано «шучу», отвергает в принципе юмор. Шучу. А вот что значит «свой»? Что значит «свой»? Потому что вот, кстати, вот с Александром Михайловым, когда он набирал курс, он говорил, что вот он актер, он вот говорит, я сразу понимаю, вот это свой, а это не свой. Вот берем этого, он свой, а этого не берем, он не свой. Во-первых, интуиция. Интуиция чувствуется, когда тебе с человеком комфортно просто сидеть, молчать, нет вот этого волнения. Никто из себя не старается сделать то, чего из себя не представляет. Это ценности. То есть зачем человек приходит? Иногда приходит, ой, вы знаете, у вас такая классная аудитория, я здесь буду зарабатывать, я здесь уже там диван поставил, пока я разговаривал, уже свою зубную щетку перенес, уже сидит, уже ест, уже весь такой потребляет, а на самом деле еще ничего не принес, еще ничего не внес. Мне это сразу видно, я это сразу чувствую, говорю, вы извините, но у нас, если что, есть коммерческое сотрудничество в плане партнерства, welcome, как бы приходите, давайте будем на других условиях работать. У нас приходят те, которые делятся, не могут не делиться. У меня есть, я наполнен, я хочу поделиться, я хочу рассказать, у меня есть опыт, у меня есть знания, я ищу свою стаю, как мы уже шутим, и вот так вот мы собираемся вместе, потому что человек, существо, оно социальное, общественное, то есть он сам по себе не очень, когда ему не с кем поделиться, некому за него порадоваться, а у нас классно, мы радуемся за все. Вот нету предела, за что можно порадоваться за человека. У кого-то там очень крутая сделка, очень крутой прорыв, выход на новый рынок, а кто-то просто-напросто наконец-то навел генеральную уборку. Мы не обесцениваем ничьи победы, и это очень ценно, это вдохновляет, и ты не боишься поделиться, ты можешь сказать самую безумную идею, и никто не скажет, ой, какая чушь, рынок переполнен. Сразу будет так, давайте посчитаем, давайте посмотрим, что из этого можно сделать, хотя бы прогуляемся в ту сторону, и это безопасно, это приятно, это дает рост. А говоря вот про все эти идеи, вот прозвучало тоже за эфиром, что около ста всевозможных мероприятий уже вот сейчас. Да, на следующий год. На следующий год планируется. У нас есть такая традиция, понедельничный онлайн. Онлайн по понедельникам, это доклады от профессионалов, именно те, кто работают в сфере, в которой будут рассказывать. Это не совсем преподаватели, это скорее спикеры. И у нас уже заявлено порядка ста мероприятий, уже прописано, договорено, мы будем выставлять это все в сеть. И по понедельникам у нас бесплатный доступ. Но у нас всегда есть правило участия, то есть камера должна быть включена, микрофон должен быть. То есть нельзя прийти, я тут на фоне буду картошечку жарить, да, а спикер будет передо мной распинаться. У нас за это сразу вылет и банк. Ну, то есть мы, у нас корпоративная этика существует, приличная, ну, просто этика нормального отношения. Несмотря на то, что ты в онлайне, это не повод прийти в пижаме, в халате, как иногда бывает. Ой, да ладно, почему я обязана, я дома. Ну, вот такие люди тоже не наши. Ну, потому что есть определенный момент уважения друг к другу, это некрасиво. Девишники пижамные, да, я понимаю, там так и собираются. Когда ты приходишь на семинар, ты же не можешь себе позволить надеть черный пакет на голову серии, я тут посижу, но меня не будет видно. А как можно себе позволить не включить камеру и так посидеть, и ты не знаешь, что он там делает за этой черной кленой, не включенной камерой. Неприятно. Очень тяжело и так работать через Zoom, очень тяжело вести дискуссию, а когда еще камер нет, он вообще караул. Ну, правда, это прям высасывает. Вот эти черные прямоугольники, они такие, прям разоряющие внутренние. А вот в фестивале в Ресебе, вот что там? Хендмейт-фестиваль у нас планируется достаточно большое мероприятие на два дня, мы вот как раз вчера уже определили даты, если я не ошибаюсь, это одна из недель июня. Ничего себе, так уже далеко, да? Да, у нас уже на август планируется, потому что надо резервировать. На самом деле, поскольку живем мы сейчас летом, судя по всему, и можно что-то делать летом, 11-12 июня будет мероприятие, суббота, воскресенье. Поэтому очень многие уже резервируют даты и уже сложно. То есть на самом деле те даты, которые мы изначально планировали, мы уже не смогли поймать. Они уже, там уже и фестиваль какого-то вина, и фестиваль каких-то музыкантов, и какие-то отдельные съемки обозначенные, какие-то передачи, какие-то киношники, что-то там выустроить. На лето у всех огромная жизнь, огромная движуха запланирована. Что косвенно говорит о том, точнее не косвенно, а напрямую утверждает, жизнь вернется вместе с теплом. Осталось переждать вот эти скользкие улицы. О, в прямом смысле же скользкие улицы. Тут хоть песню ставь. И, о, жизнь-то возобновится наконец-то, сколько мероприятий. Да. И 30 июля... Это же дает надежду. Будет концерт, наконец-то. Да, вот, вот, вот. В Елкове будет концерт, у меня очень много музыкантов, друзей. И так сложилось, что я иногда пишу стихи, а они поют на них песни. И у каждого уже их много, на целый концерт даже еще лишние остаются. Мы договорились собраться и сделать концерт на моем стихи. Это когда будет? Это 30 июля будет. Как раз в Елкове есть замечательный новый зал, без стен, почти как в Юрмале. То есть где не так страшно нарушать эпидемиологические нормы. То есть если даже будет очень жестко, там будет можно, потому что это почти шатер. Да, за забором постоять. Соответственно, у нас есть надежда, что все пройдет хорошо и мы сможем сделать хорошее мероприятие. Как минимум двухчасовой полноценный хороший концерт. А билеты уже? Нет, билета еще нет. Вот я завтра, кстати, еду Елкову заключать с ними уже до конца договор. И тогда можно будет как раз к концу этого 21-го года у меня уже будет почти готов 22-й. Можно выдыхать и еще чего-нибудь туда добавлять. А кто будет? Выдохнула, перекрестилась и планирует 23-й год. Нет, 23-й не буду пока планировать. Вот 22-й хороший должен быть, качественный. А кто будет принимать участие там, если не секрет? Тамара Рудковская, Надежда Косенко, Алекс Силверс, Лера Штейн, Глеб Астеха. Боюсь сейчас кого-нибудь забыть. Юлия Васильева, солистка национальной оперы. Денис Мельник, говорила, не говорила? Нет. Я сама тоже. У меня есть пара композиций, но я их больше как актерские стихи буду читать. В принципе, такое хорошее будет, насыщенное мероприятие. Здорово. А что за бизнес-школы для молодежи? Вот чему там учат? Это анархия какая-то, я которую устроила. У нас нет дипломов, у нас нет бумажек, которые мы выдаем. Это как кружок по интересам. Называется все это Латвин Бизнес Эдукейшн Центр. У меня две группы, одна по субботам, другая по четвергам. Мы по четвергам учимся бытовой грамотности, думать, логике, планированию, задачам, диалогу, монологу, что это такое вообще, из чего это состоит. А по субботам у нас профессионалы тоже своего дела рассказывают, как читать договор, из каких пунктов он состоит, как взять в аренду квартиру, что такое ипотека, где подводные камни, про лизинги, про кредиты. И вот про то, что то, чего я покрываю, свою боль, то, когда я закончила школу, чего мне не хватало, когда я вышла в самостоятельную жизнь, понять, как она устроена, мы как раз даем сейчас. Курс не рекламирую, потому что группа набранная, она как раз до конца мая будет идти. Это как 9 месяцев получается учебы. По субботам полноценно с 9 до 2 часов дня мы занимаемся включительно. Очень насыщенно, очень объемно, сложно, но очень интересно. Те же самые презентации, различные интернет-ресурсы, прохождение собеседований, составление резюме. Вы знаете, на удивление, вот 12-классники, правда, не знают, как писать мейл. Они знают, как отправить, а что там внутри тема существует или как контакты свои указать, вот прям не знают. Мало того, новое открытие, я ходила, у меня прямо аж, вот я аж перерыв сделала на 5 минут. Не знают, зачем конспекты ведут. Как оказалось, им говорят, потому что учителя говорят, зачем конспект? Я говорю, как, ну, пользоваться материалом для подготовки. Серьезно? И я в ответ сама про себя думаю, вы тоже серьезно сейчас? То есть такие простые, элементарные. А как же окей, гугл? Вот, да, и они каждый раз, оказывается, изобретали велосипед. Это я поймала на выполнении домашнего задания, когда был полностью весь алгоритм на прошлом уроке. Я смотрю и понимаю, что они делали, но прям сами. Ну, вот прям каким-то своим, каждый своим путем, через лес, там, через горы. Я говорю, а что такое-то? Молодцы, конечно, а чем вы пользовались? Ну, как мы думали, делали. Я говорю, ну, это же хорошо. Да. Что думали через свои собственные кровавые слезы чего-то добиться. Ну, конспекты-то делаются непросто. Лучше же отложиться в памяти. Ну, там было очень приличное количество загадочных вариаций, которые не совсем были корректные. То есть прям не учили. А это для двенадцатиклассников? То есть это конкретно для выпускников или там можно там... Разные. У нас по четвергам даже есть. В зависимости от темперамента, скажем так, да, и от... Насколько ребенок себя ощущает, насколько ребенок ребенок. Если по четвергам у нас больше, как молодежь, дети, то по субботам у нас более-таки уже взрослые, самостоятельные ребята. При том, что там и там, и там есть девятиклассники, двенадцатиклассники. Возраст паспорта – это не показатель желаний, уже опытности, каких-то прочтенных материалов, участия в волонтерских проектах, да, каких-то даже маленьких бизнесов, которые они уже открывали. То есть это не очень зависит от возраста, это больше зависит от собеседования, которое они проходят, тогда уже понятно, в какую группу их тогда направить, они туда или туда. Есть оверскилд, да, более... вот нескольким людям я отказалась, фразой, что нет, ну, все и так прекрасно, замечательные знания и навыки, будет потрачено время. Мы их перенаправили, там порекомендовали несколько российских тоже школ интересных, где можно поучиться, где они могут еще больше прокачать свои скиллы. – Кстати, про время. – Да, вот у нас, вам показывают, да, что вот как-то проговорили мы все, хотя не проговорили все темы, как ни парадоксально. Ильяна Тонова, руководитель женского бизнес-клуба «Лэрис Дилл Клаб» и предприниматель, творческий человек, спасибо огромное за... – Спасибо и удачи, и на вручении премий, и в поездках, и новых идей. С удовольствием будем поддерживать, потому что поддерживать о вашей идее хорошо и приятно. – Спасибо большое. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Радио Болткома.